Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Ломеры. Топонимы Арцаха, Шаумян. Ночью бакинские террористы перекрыли трассу Гори-Степанакерт между селами Аавной и Тех, МИД Арцаха. Планкада Арцаха. Лесогорцы лишены питьевой воды. 77 экологических организаций Западной Армении призывают бороться с загрязнением окружающей среды и химическими веществами. Ари Витерсима отметили традиционный праздник весны. Музей древней столицы Арташат превратят в историко-культурный заповедник. Как известно, в прошлом основным занятием мужчин Бошанер было решетничество. Женщины Бошанер играли активную роль в материальном обеспечении семьи. Ходили по домам, продавали ситы и другие мелкие товары, изготовленные супругами, или просто просили что-нибудь у хозяев. Какие профессии имеет нынешний Бошанер в Западной Армении? Один из основателей союза Лом Дер рассказал в своем микроблоге, что Бошанер, проживающий на территории штата Ардвин, в основном включены в инфраструктурные органы. Работает на чайных заводах, также в частном секторе. Среди ломеров есть полицейские, учителя и сапожники. Здесь большое количество учителей. Только в провинции Ардануч работает более 40 учителей Бошанер. Тем не менее, по его словам, при устройстве на работу в турецком государстве, как в государственной, так и в частных сферах, при наличии альтернативы предпочитания отдают не ломерам, а лицам, принадлежащим к другим этническим группам, независимо от их профессиональных навыков. Промная статья доступна на нашем сайте. Шаумянский район является административно-территориальной единицей Республики Арцах, которая охватывает северную и северо-западную часть страны. Административным центром района является город Карвачар. Шаумянский район имеет многовековую историю и богат многочисленными историко-культурными памятниками. Шаумян был заселен еще с древних времен, о чем свидетельствуют найденные на территории древние памятники. В окрестностях села Гюлистан находится монастырь Аминапаркич. В трех километрах от села полуразрушенная крепость Гюлистана сохранились руины замков, жилых домов и церквей. В городе Шаумян находилась церковь Сур-Паства Цацень XVII века. К югу от города полуразрушенный монастырь Ерек-Манг-Кунг XVII века. Бузлуки – церковь XVIII века, рядом место паломничества Миннас. В Хай-Парисе – разрушенная церковь и часовня мученика Вериншени – церковь XVIII века и многие другие. Северо-восточная часть района с 1992 года находится под контролем вооруженных сил Баку. Армянское население – около 20 тысяч человек – было эвакуировано. 25 ноября 2020 года юго-западный Карвачарский участок по подписанному трехстороннему соглашению сдан вооруженным силам власти Баку. 30 марта вооруженные силы Баку перекрыли автомагистраль Гори-Степанакерт между селами Агавно и Тех. Об этом сообщает МВД Республики Арцах. Уже готова новая грунтовая дорога Тех-Карнизор в обход закрытый, который примыкает к дороге Карнизор-Хиншен, сданная в эксплуатацию в августе 2022 года. Работы по асфальтированию дороги Тех-Карнизон ведутся Республикой Армении. Грунтовая дорога Тех-Карнизор проезжаема и, учитывая продолжающуюся блокаду Арцаха, по ней будет возможна доставка гуманитарных грузов в Арцах российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста. Дорога на границе Республики Арцах возле моста через реку Хакар контролируется российскими миротворческими войсками. Правительство Западной Армении неоднократно касалось вопроса оккупированных властями Баку армянских территорий и проводимой ими геноцидальной политики. Закрытие трассы – одно из ярких примеров этого. Правительство Западной Армении в лице президента Арменака Абраамяна обратилось к международным структурам с требованием быть последовательными принятия решений. В связи с полной блокадой Арцаха со стороны Баку дорожное сообщение общины Лисогор-Шушинского района со столицей Степанакерта было прервано, из-за чего специалисты закрытого акционерного общества водоноснабжения не могут решить вопрос поливной и питьевой воды села. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс глава общины Лисогор-Гагик Насебян сообщил, что до закрытия азербайджанцами дороги были проведены масштабные работы по ирригации и питьевому водоснабжению. Но поскольку они не были завершены, на данный момент проблема воды остается приоритетной. Это серьезнее, чем быть под контролем врага, потому что люди могут выживать, возделывая землю. Участки возле дома обработаны, но нет воды для их полива. Мы уже успели посеять некрутые культуры. Глава общины отмечает, что жители настойчиво не сдаются и своим упорным трудом продолжают способствовать процветанию деревни. Только если будет мир, если будут преодолены все опасения, мы с большой самоотдачей продолжим творить на родине, резюмирует Гагик Насебян. Республика Западная Армения, согласно принятому закону касательно Арцаха, закрепила, что Арцах является автономной областью, которая имеет свои собственные органы самоуправления. Мы уважаем волю народа Арцаха и готовы оказать любую помощь нашему коренному народу. В случае необходимости, при первом же вызове, мы, который всегда следим за развитием событий в Арцахах, будем на месте. 77 организаций и профсоюзов в оккупированной Западной Армении, занимающиеся защитой окружающей среды и прав животных, распространили письменные заявления об опасности химических веществ после землетрясения. В заявлении подчеркивается, необходима защита природы и здоровья людей, особенно от опасности асбеста при сносе здания после землетрясения. В заявлении говорится, что во время сноса и удаления строительного мусора химические вещества смешались с воздухом, почвой и водой. Требования, указанные в заявлении, следующие. Строительный мусор следует выбрасывать исключительно в специально отведенных местах. В противном случае, работы по сносу должны быть немедленно прекращены. Общественности должен быть предоставлен отчет о наличии асбеста и прочих опасных веществ и в разрушенных поврежденных домах. Строительный мусор, содержащий асбест и другие опасные химические вещества, должен быть отделен и утилизирован специально разработанными методами и хранится таким образом, чтобы это не ставило под угрозу жизнеспособность людей. Должна быть создана прозрачная совместная система с участием ответственных органов, особенно Министерства окружающей среды и градостроительства, экологических организаций, профсоюзов. Согласно верованиям Ареви Дер Сима, первые три среды марта называются черной средой и несут в себе особое значение. Традиция, продолжающаяся веками, знаменует приход весны. В праздничные дни Ареви зажигают свечи в домах и святилищах, делают матах, раздают ритуальные сладости. Совершая ритуал, Дер Симские Ареви просят, чтобы год был добрым, а злые силы изгнаны. Ареви в последнюю черную среду 29 марта собрались на месте слияния рек Пулумур и Мунзур в Дер Сима. По их словам, в святилище Гола Четту зажгли свечи, раздав собравшимся праздничные сладости. Один из граждан Ареви представил это так. В марте каждую среду мы приходим в это святилище молиться. Четвертую неделю марта природа просыпается, теплеет, что символизирует приход весны. Верующие Ареви приходят сюда, чтобы зажить лампады и свечи, помолиться, сделать матах, поблагодарить Бога и поклониться. Здесь сливаются воды двух рек. Конечно, раньше это место было намного красивее, пока не построили водоемы и проточная вода превратилась в пруд. На государственном телевидении Западной Армении стала традицией освещать авторскую рубрику «Ашхен Верабян» о генеалогии и вопросах, связанных с опасностями ассимиляции коренных этносов, проживающих в Западной Армении. Традиция «Черная среда Ареви Дер Сима» свидетельствует о том, что это этнические армяне, которые, несмотря на насильственную исламизацию, продолжают сохранять армянские корни предков. Традиция уходит корнями в дохристианский период, когда все армяне были Ареви, празднуют в конце марта пробуждение природы, которая после христианства совпала с церемонией возжигания лампады в праздновании сурб-затык. Музей древней столицы Арташат превратят в историко-культурный заповедник. Постановление было принято 30 марта на заседание правительства. Столица Арташат, сохранившиеся памятники и историческая среда сегодня являются памятником республиканского значения и включены в государственный реестр. Создание заповедника обеспечит надлежащую охрану всей территории комплекса памятников, возможность полного профессионального изучения и популяризации, привлечения территории заповедника туристов, а также более эффективное использование государственного финансирования. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok